здравствуйте сколько уже и в нашей программе и в других программах и на других ресурсах говорилось о пресловутом краснодарском правосудии как там все устроено кумовство и все что с этим связано история началась это еще давно и связано со строительством скоробогатов александр александрович решил построить дом в лазаревском на берегу моря замечательно замечательная идея замечательный дом потом будет но все не так гладко как казалось на первый взгляд он покупает в лазаревском вот по этому адресу хладокомбинат он уже там на тот момент был разорен и говорят он его и разорил обанкротил в 2006 году он получает разрешение чтобы этот дом там построить в 2008 году уже начинаются какие-то работы но они быстро прекращаются потому что он не оплачивает за проделаны уже работы и начинаются с тех времен начинаются суды эти суды продолжают продолжается но дом-то достроить нужно для чего тогда все это начиналось деньги заработать нужно и он тогда придумывает но определенную такую изящную схему заключается если просто она в том чтобы создать долг сам перед собой потом его отдать с помощью квартир а потом в общем результате всех кинуть ну давайте я сейчас попробую объяснить эту схему смотрите вот это вот земля аренда на землю и сами постройки принадлежат ему которому за две тысячи купил у этого хладокомбината лазаревского он эти постройки продает торговому дому черноморск за 300 там с чем-то миллионов рублей но дело в том что в торговом доме черноморске он учредитель то есть он как бы сам себе продает эти здания и возможность аренды этой земли за 300 там чем-то миллионов но торгового дома черноморске таких денег нету и выходит что юридическое лицо где учредитель скорбогатов задолжала скорбогатову то есть физическому лицу скорбогатову тот сказал хорошо пожалуйста забирайте землю стройте там что хотите как бы сам себе сказал а потом когда дом-то вы построите вы мне 50 квартир отдадите и заключает договор долевого участия как только черноморск он же сам то есть построить он сам себе отдаст но сам то он конечно не строит не будет строить торговый дом черноморский находят подрядчиков которые за счет свой счет за счет подрядчиков будут строить этот дом они строят и когда они его построили этот дом 50 квартир по договору сам у себя как физическое лицо у юридическое он забирает вот забрав эти 50 квартир себе торговый дом черноморский остается должен подрядчиком задолжав крупные денежные суммы генподрядным и субподрядным организациям скорбогатов решил что отдавать эти денежные суммы а речь идет о задолженности за строительство этого дома в размере около 300 миллионов рублей он придумал некую схему благодаря которой он вывел из общества 50 квартир общей стоимостью 314 миллионов 189 тысяч рублей и таким образом значит организовал процедуру банкротства и в преддверии банкротства обратил в свою пользу эти 50 квартир карбогатов начинает банкротить торговый дом черноморский ну чтобы деньги не отдавать но он же понимает они сейчас пойдут в суд краснодарский арбитражный суд и суд любой нормальный суд увидев вот эту сделку что 50 квартир были отданы ему как физическому лицу там был договор то есть они поймут эту схему и естественно эти 50 квартир вернут в счет долга застройщикам но тогда вся схема как бы зачем тогда все это начиналось зачем как где тут деньги так как тут зарабатывать тогда и тут начинается самое интересное одна из 50 квартир 25 было кстати продано одна из 25 за 7 900 передается некому Егорову Дмитрию Евгеньевичу который оказывается родным братом Егорова Александра Евгеньевича председателя арбитражного суда Краснодарского края вы можете сказать может быть они просто однофамильцы нет в ходе проведенного расследования было установлено что это ни в коем случае не е однофамилец а родной брат председателя суда поскольку они проживали в одном доме в городе Краснодаре на улице закатной дом 4 впоследствии одну из долей в этом доме председатель суда Егоров подарил своему брату Дмитрию Евгеньевичу остальные доли своим родителям проживание на одном в одном доме в одном доме проживания совпадение фамилий имен отчества однозначно свидетельствует о том что Дмитрий Евгеньевич это родной брат Алексея Евгеньевича который является председателем суда арбитражного арбитражного суда Краснодарского края очень странно что квартира за 7900 то ли отдается то ли передается брату человеку у которого судья является председателем арбитражного суда Краснодарского края в котором будет слушаться дело о вашем банкротстве совпадение может быть эту квартиру он купил, но бывает такое купил квартиру, видит хорошая квартира я имею в виду брат и купил цена этой квартиры в договоре была указана в сумме 7 миллионов 900 тысяч однако в результате анализа финансовых документов выяснил обмитражный управляющий установил что никаких денежных средств за покупку этой квартиры от брата председателя суда в торговый дом черноморский не поступало то есть безвозмездно то бишь эта квартира была передана безвозмездно смотрите, квартира красивая, замечательная вот смотрите, какой вид какая замечательная квартира передана брату, председателю арбитражного суда города, Краснодарского края потом через Лазаревский суд эта квартира была продана сотруднику арбитражного суда за 900 тысяч а потом там сделали ремонт и продали ее за 21 миллион хотели там 30, но решили сбросить деньги нужны были за 21 миллион продали странно же, да, все это как-то закон может, конечно, так работает но мне кажется, совпадение какие-то странное я еще напомню вот совсем недавно в том году, еще, кажется, сентября у нас был такой небольшой сюжет посмотрите отрывок я Шунин Геннадий Витальевич нахожусь в здравом уме и трезвой памяти мы никак не могли договориться с судьей, который вел мое банкротное дело тогда Кровец предложил мне решить вопрос напрямую через председателя суда я дал ему на это свое согласие после чего Кровец встретился с председателем арбитражного суда Краснодарского края Егоровым и лично передал ему взятку в размере 10 миллионов рублей за общее покровительство при совершении незаконных действий в арбитражном суде Краснодарского края и здесь тоже Егоров председатель арбитражного суда Краснодарского края как-то много совпадений вам не кажется, мы ничего не утверждаем что он, мы не видели, мы не знаем как там на самом деле все было за что эта квартира была передана брату судьи арбитражного суда за 7 миллионов 900 тысяч которые вроде как бы никто по бумагам не проходили эти деньги передано, подарено, продано и вот не зря мы брали комментарий на фоне Верховного суда Российской Федерации вот тут на днях ушел председатель Верховного суда Российской Федерации Лебедев умер, к сожалению и скоро придет новый судья неважно кто главный судья Лебедев, еще кто-то, еще кто-то неважно, важно чтобы закон работал чтобы в преддверии банкротства контролирующий должника вывела квартиры одна из которых в виде безвозмездной передачи была передана близкому родственнику председателя и без его помощи вынести такие решения невозможно это безусловно большой удар всей судебной системы Российской Федерации и не случайно мы вот здесь находимся возле Верховного суда Российской Федерации как бы надеясь на то, что Верховный суд обязательно разберется и восстановит доброе имя судебной системы в Российской Федерации поскольку такие решения суда просто недопустимы я добавлю, в первую очередь судейское сообщество должно настаивать на том, чтобы такие проблемы разбирались чтобы они решались, чтобы не было такой двусмысленности что если где-то хоть небольшое подозрение появляется сразу это нужно решать, сразу нужно разбираться а что там произошло на самом деле и все ставить точки над и 5 марта в суде Северо-Кавказского округ будет рассматриваться будет очередное заседание мы конечно будем присутствовать, как и присутствовали на предыдущем и будем наблюдать, как эта ситуация разрешится как она будет развиваться дальше а пока что, до свидания